Музыка Вот так вот, с тишины такой, специально, наверное, в секунду молчала и собак не слышно. Одна Галина Владимировна лазит, где не надо, вечно, с утра. Всем, ребят, привет, привет, с вами счастливые люди. Утро девяти нет, где-то, наверное, полдевятого, что ли. Сегодня так рано с Кирюхой встали. Кирюх с папой остался. Папочка вчера приехала. Рассказываю, куда поперлась. Поперлась я в город. А, сейчас иду, короче, на остановку. На остановку, вон. Видите, где зеленый забор заканчивается? Оттуда вот, через перекрестку мы уходим. И идем вон на ту остановку. На ту остановку. Все спросите, почему на остановку? Потому что отсюда больше никак не уедешь. Вторая попытка моя уехать. Один... Сегодня чего у нас такое? Среда что? Да, среда. Сегодня среда, и поэтому... Такой снежный день. Вчера снегопад такой страшнейший был. Папочка все переживала, что нас совсем два лет. Я ему говорю, что мы все равно без тебя не выходим. Причем целый день одни были. Он ночью приехал. Вот. Мы в деревне, кстати, кто не знает. Вот. И что хотела сказать, что я сюда собрала. Иду на остановку, чтобы поехать в город. Вот. Здесь частная газелька ходит. Когда захочет, а приходит. Вот. Примерно к такому времени выходят люди. Там. Каждый час. И если все хорошо, то, в принципе, у нас есть шансы уехать. А если все плохо, как я до этого стояла два часа, и пришлось вернуться все равно домой. Вот. Ничего не было. Ну, не знаю. Вроде как все хорошо должно быть сегодня. Настрою меня такой. В город мне надо выехать. Документы кое-какие сдать. Ну, как всегда, все хорошо. Хочу сказать, что сегодня морозно. Все топятся. Видите? Везде в трубах. Еще темно так. Не знаю, передаст или нет. Видите, все топятся. Все греются и топятся. Что-то в нашей стране, вон там наш дом за этими домами. Вот так вот. Ну, не знаю, уеду я сегодня в город или нет. Потому что завтра папа поедет в город. Папе надо поедет. Он тоже попробует сначала на газельке отсюда уехать. А потом уже на такси обратно объясню. Почему? Потому что он завтра поедет за мукой. Мешок муки надо купить. Масло купить надо. Ну, все такое. По хозяйству папочка поедет. Мама сегодня по документации поедет. А папочка завтра по хозяйству поедет. Морозно, народ, морозно. Вчера был такой сильный снегопад у нас. А сегодня... Потом в обед как-то похолодало. До обеда был снегопад. В обед похолодало. А к вечеру опять вот так морозненько. Прям довольно-таки. Ну, снегу выпало. Прилично. Прилично. Давно у нас все была земля. А это вот все за ночь как было. Ну, не за ночь, а за обед. С утра до обеда. Вчера вот так приличненько. Такая лапа огромная. Ну, вот так вот. Чего еще? Сегодня морозно. Не знаю сколько, но пипец как морозно. У меня уже щеки замерзли у нас. Пальцы отмерзают в топора держать. Ну, ничего. Держимся. Надо маленько вам поснимать. Ну, ладно. Буду ждать газельку. Потом чего-нибудь еще поснимаю. В городе. Если успею. Потому что мне надо пол первого. Потому что в пол первого по шансам у них последние газельку входит. Пол первого. Чтобы сюда приехать. Короче, хочу сказать из этой ситуации. Износа кровь нужна машина. Если мы оставаться в дом деревьев, то нужна машина. Без машины здесь никуда. Это не дело. По времени ходить. Два часа стоять. Потом обратно бежать. Еще при этом ничего не успеть. Причем можно обратно домой не приехать. Ну, все. На такси не наездишься в эту сторону. Кстати, у нас такси 120 рублей стоит. От нашего дома до центра. А где все? Магазины и все остальное. Ну, все. Всем пока-пока. Поснимаю что-нибудь в городе. Ну, вот в городе уже бегаю. Сейчас побегу дальше по делам. Уже приличненько. Мороз не спадает. Солнышко в глазки. Поэтому иду пока. Не знаю, будет мне видно или нет. Вот так маленький мартинь я веду. Там сзади меня солнце морозненько. Не спал еще мороз. Ух, короче. Ребят, рассказываю. Все, конечно, хоть и находится. Грубо говоря, на одном пятачке здесь все. Не как в уфе надо ездить с одной... На одну сторону в другую. С одного части города в другой. Но ничего хорошего тоже не вижу. Так, барышку одену. Рука мерзает. Вот. Ну, хочу сказать. Никто ничего не знает. Никто ничего. Глупой лес. Пормляю всякие документы. Бегаю. Покажу. Это наша площадь. Помните? Видите? Сценку поставили. Вот. Здесь елка раньше была. Я до этого снимала, показывала. Там у нас ленин сидит. Кстати, вот это не знаю, что такое делают. Короче, ладно. Пока батарейка не села, немного расскажу. Короче, ношусь. Бегаю-бегаю. Заказываю всякие справки. Никто ничего не знает. Все. Все счета блокируют мамкиной. Ничего не знают. Ничего не это. Сейчас просто счета даже какие-то... Даже уже сто лет. Какие-то даже... По мини. С рождения, наверное, у меня такое. Что там, я не знаю даже. Существуют СССР. Книжки какие-то. Бардак, короче. Не пойму. Вообще еще не могу разобраться. Ничего. Города какая-то. Все по нулям. Все везде. Справки. Справки надо. Бегаю. Сейчас пойду разбираться. Так интересно. У мамки. Земля свидетельство нашла. А на этой земле гараж стоит. Свидетельство не могу найти. А по факту, получается, у них сейчас программу два года назад что поменяли. И получается так, что в программе них вообще не забито. Что у них там есть вообще гараж. Хотя он там уже лет сто стоит еще. Даже меня не было. Мы уже там поставили. Справки еще. Такие. Старенькая такая. Справка еще, я не знаю, с какого. Восемьдесят каких-то годов сохранилась. Что гараж уже там. Тогда им разрешили строить. И они уже там поставили. Короче, бардак. Бумажки не могу найти. А у них по документам проходит, что ее вообще нет. Замерзл. Ну, короче, бардак. И вот так. Каждаю справку справки. Уф. Спал уже, короче. Еще спина болит. Не знаю, что тут. В третий день рулицелит, что тут. Старее. Старее, друзья. А что сделаешь? А? На вокзал, надо же. Иду на вокзал. Не, у меня просто вот это старый. Да не надо. Да, зайду. Сейчас узнаю. Там чук-чук-чук. Такие пироги. Ух. Встала. Ну, вот так вот. Здесь у них всякая. Рынок, все дела. Чего-чего-чего. Что-то всякое. Магазины есть даже. А, кто? Кстати. Расскажу о том, что пока не дошла. Приехала сейчас в автобусе. Все говорят. Вот деревня. Работай, работай, Максим. Сейчас вон пол автобуса. Все смеются. Все, короче, закрыли у нас тут эти. Павушки. Что-то. Павушка. Магазин. И, короче, встали снова народ безработный. Все едут, короче, в один день безработицы. Ну, вот так вот. Поэтому все закрывает. Даже магазинка готова. Ну, ладно. Что-то здесь закроют, там откроют. Все. Пошла уже, почти дошла. Вот в это здание мне надо. О, участковый пункт милиции. О, милицию мне надо. Ладно, все. Так, снимает. Нет, посмотрю сейчас, ребят. Ага, запись идет. Короче, хочу сказать. Меня так вообще-то убивает. Короче, если то, что у вас есть, и говорит о том, что если вдруг я потеряю бумажку, то кренгер докажешь, что ты не слон. Поэтому не теряйте ни одну бумажку. Старайтесь делать все ксерокопии. Это раз. А во второй. А что сказать? О том, что потом помимо ксерокопии это понятно. Я просто сейчас растерянется из-за чего. А у нас в России как? Если государство тебе должно что-то выдать, то удождитесь полгода. Тогда тебе дадут все то, что ты хочешь получить. А если, например, мама брала ссуду, и теперь это ссуду вешает на меня. Я в шоке. Хотя я не поручитель абсолютно никак. Я еще в наследство не вступила, но суда уже на меня. И в песне только сейчас этого не хватало. У нас получается Максимова ссуду на мне. Получается очень переводит. Ну, как бы я всегда на себя взяла то, что он не работает сейчас. Короче, бардак. Две даже получается. И то, что у него мама ссуд подала тоже. Ой, боже мой. Я вообще в расстроенных чувствах. Я не знаю говорить об этом или не говорить. В принципе, пофиг. Я настолько расстроена. Получается, сейчас мы должны банк росить четыре раза. Моя Максимова. Потому что две Максимова. Все учат, получается мамки. Считается, что коммунальные за все платить надо будет. Обалдеть. Обалдеть. Да. Хочу сказать. Народ. Совсем плохо дело. Ну, может вместе что-то лопаемся, что интересно. Ладно, короче. Не расстраиваюсь. Ну, пришла такая с города я. Все расстроенные. Потом думаю, что это я буду расстраиваться. Покрашу я волосы. А волосы сейчас мне Максимка будет красить. Вот такой краской. Нашли мы ее, короче, у мамки. А потом я вспомнила... О, помада у меня на пальце. Вот такую краску. Ты по вам снимаешь? Я уже стерла. Короче, такая краску нашли у мамки. Это мамке кто-то дарил на 8 марта. Она хотела таким цветом вообще не краситься. Ему как-то отлежал-лежал этот цвет, краска эта. А потом я вспомнила, когда нашла у нее, что у меня одна из подписчиц, Олечка, тоже мне дарила такой же вроде фирмы. Надо у себя дома посмотреть и тоже покрасить. А то у него тоже, наверное, будет срок годности пройдет. У этого срок годности в 15-м году еще закончился. Три года назад. Три года назад. А сейчас 18-й, товарищ. Максим сказал, ну ничего страшного, просто сильно будешь светлая. И это значит, я подумала, может быть, лысая. Не знаю, экспериментирую. Что будет, то будет. А вот хочется покрасить, уже добить себя до конца. Ну и все-таки порадовать маленько. Ну все. Сейчас, короче, покрашусь. Потом покажу. Волосы как раз грязные. Все супер. Все как должно быть. Сейчас маленько подмочу их и буду красить. А в старой рубашке такой еле залезла. А была ведь когда-то на мне еще ничего. Да, что волосы снимал, а не рубашка. Ну все. Пошла волосы мочить. Максимка будет красить. Давай. Я пошла. Что мы тут с папой накрасили. Не знаю, что накрасили. Что за цвет получится, не знаю. Но папа последний мне выдрал волосы пока. Расчесывал. Короче, вот это вот. Сколько краски натянули. В общей сложности мы корни в основном прокрашивали. А на конце там уже сколько намазали. Хотя на конце у меня были светлее. Как она меня подстрелила в тот раз. Забыла похвастаться. Да, вот так. А на лампочку отсвечивать. Ну-ка, давай. Так. Вот. Челку, челку. Челку покажи. Вот так, челку. Там придирались к мне челочи. А что придирались? Лишний парень. Угу. Все нормуль, короче. Сейчас ждем 20 минут, как мама тут будет покрашена. Посмотрим, испортится ли у меня до конца настроение. Или будет оно ничего. Я думаю, что будет ничего. А Максим кричит, что у меня может и волосы отвалиться. Не только настроение. Ну все, будем ждать 20 минут. Ну вот. Покрасилась я. Вот такой вот цвет у меня получился. Не знаю видно или нет. Сама себя снимаю. Надеюсь цвет видит. Поближе покажу. Он, короче, какой-то типа светло-шоколадного. Типа темно-русый, наверное. Я не знаю как это назвать. Но не тот цвет, который на коробочке. Но по крайней мере. Ну ладно. Походим эти две недели. Потом еще Олечка мне до этого прислала краску. Тоже покрашусь. Может быть в другой цвет. Потому что мне этот не очень сильно нравится. Оцените, зацените. Поэтому, в принципе, можете в комментариях написать. Идет мне он или нет. Но самое главное, нет. Хотела показать. Какая на улице у нас погода. Сейчас я вам покажу. Сейчас, сейчас. Так, тут. Смотрите какой у нас снегопад. Пипец просто. Сначала морозы были. А теперь вот такая вот в югу снегопад. Вчера Максим канализацию откапал на нас, кстати. Вот тут вот. И сегодня там ничего вообще не видно. Все завалило. Максим выходил где-то приличненько. Говорит. Выпало снега. Опять чистил. Максим уже чистил. Второй раз пошел чистить. К вечеру, говорит, еще придется чистить. Ну вот так вот у нас. Видите? Это малина впереди. А где эта малинка, да, торчит. Ужас, ужас какой снег. Ну все. Довольные, покрашенные. Останется бровки подщипать. Ногти подстричь. Позорные. И покрасить их. А к чему такой марафет? А к чему такой марафет, Максим говорит? Ну, скоро как только 8 марта. А потом еще раз покрашусь. Я уже день рождения, наверное, к Максимову. День рождения, что ли? Да, у меня день рождения скоро. Ничего себе, я и не знал. У вас тоже, кстати, день рождения. Максим там охинничает на заднем плане. Кстати, у вас вперед день рождения, если вы не помните. Всем напомню, Максиму 16 марта. У меня 20 марта. Поэтому можете заранее поздравлять писать. Я люблю, когда мне поздравляют. Потому что в само свой день рождения я буду злая. Я не люблю сотни рождения. Ну все. Всем пока-пока. А почему не любишь? Ну как почему не любят? Как вообще можно любить свой день рождения? Знать о том, что тебе прибавили еще целый год? Странный вопрос. Ну ладно. Все. Всем пока-пока. С вами счастливые люди. Вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok Да ну его. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok